Музыка Мы надеемся, что люди, которые знают Андрея Еремеевича, как в Елизаветовке, так и в других селах Нандюшанского, Окнецкого района, знают, что это за человек, он многим помог, это удивительный человек, кто к нему не обращается, он ни одну просьбу не оставляет без внимания, очень много работает, ответственный, дисциплинированный человек, и, конечно, мы думаем, что люди на этих выборах, которые пройдут 24 февраля, поддержат кандидатуру человека с большой душой, для того, чтобы он смог защищать интересы района, интересы страны, парламенте Республики Молдова. Миллиарды украли, все к этому идет, и никто ничего не вернул, и не вернет никогда. Люди добрые, голосуйте за коммунистов, только они, и за депутата от МИКС ЦОПа Андрей. Он хороший человек, он уже зампредседателя райисполкома 15 лет, люди ему помогают и хотят, чтобы он был и дальше. В начале у нас есть молодые коммунисти. Хочу предоставить вам этот ткач Сергей, секретарь комсомольской организации района. Поздравляю! И еще один есть, это он курян Артемова, где-то он задержался. Это два наших молодых коммунистов. Ну что приближается, неделя осталась до выборов у нас с вами, неделя на размышлении. Но я думаю, что здесь не надо размышлять, потому что мы все знаем, кто за нас делал и делает, и будет делать. И наша страна, то же самое, только при коммунистах мы могли долго изменить и отстоять своей государственности. Мы с вами в этом году по новой системе будем выбирать. И мы знакомы с этой системой, которая 50 по спискам партий, а 51 по округам. По этой системе, которая сейчас будем с вами голосовать, конечно, это сделано так, чтобы запутать всех наших людей, всех наших граждан. Но спрашивается, для чего нужно было в день парламентских выборов, чтобы еще назначить референдум? Мы с вами уже не один год участвуем в избирательной системе, уже где-то девятые, по-моему, девятые выборы. И мы с вами немножко более грамотные, чем те, которые сейчас в власти, давайте мы признаемся. Потому что было сказано и в Конституции указано, что в день парламентских выборов, в день президентских выборов, в день местных выборов ни в коем случае нельзя включить и вопросы по референдуму. Потому что это совсем другая тематика. Совсем другая тематика. Там не избирается партия или не избирается человек. Там и избирается, там голосуется за те проблемы, которые царятся в стране. Ни в коем случае нельзя смешать. Но они пошли на это. Несмотря на то, что в 2014 году уже было сказано, потому что иногда они пытались тоже включить референдум. Было сказано Конституционным судом, что ни в коем случае 60 дней до выборов, после 60. И в день выборов, естественно, нельзя предложить референдуму. Давайте мы с вами посмотрим на все эти наши кандидаты, на все наши партии. 15 партий зарегистрированы, чтобы вы знали. Это из 15 вы должны знать. Партия коммунистов на 3-й месте зарегистрирована. Кроме того, у нас имеется где-то 320 кандидатов по округам. Это значит почти по каждому округу будет от 5, от 4 до 10 человек. То есть многие из которых действительно мы знаем, которые мы видим по их труду. Вот как наши кандидаты, мы знаем, как он у вас, как у руководителя, он знает, что это как делать. А те, которые только пришли, которые только создались эти партии, которые эти люди не имели никогда никакого коллектива за спиной, он даже не знает, с чего начинать. Что он за 4 года сделает? Ничего. Если вот вы почитаете газету «Нашу коммунист», вы увидите, что те кандидаты наши, которые зарегистрированы по округам, действительно, они профессионалы. Они на виду у людей. И в центре, и в районе. То есть люди, которые за собой что-то оставили, что-то имеется. То есть можно им доверять. Поэтому давайте мы с вами не будем разбрасываться, что тот красивее, тот молодее, тот еще не знаю какой другого цвета глаз, а давайте мы подумаем о тех людях, которые действительно хотят что-то делать за нашу страну. Для нас с вами. И у вас и коммунистов таких людей имеется, то имеется в виду профессионалы. Сегодня мне выпала такая честь представлять в вашем селе кандидата в депутаты от партии коммунистов по нашему, по Угницкому и по Задюшанскому району. Это Зоба Андреевич Кеременович. Ну, дорогие друзья, разрешите поприветствовать всех вас еще раз. Пожелание вам такого прекрасного настроения, солнечного, весеннего, как сегодняшний день. И давно мы отправляли идеей влюбленных, да, и сразу же встретение, встретилась весна с зимой. Это хороший признак, потому что весна – это всегда надежда. А там есть надежда, есть вера, есть любовь, есть созидание, есть стабильность и есть и будущее. Теперь модно историю менять, историю румын, язык. Вот это вот все начинают. Единственный населенный пункт на территории Молдавии – это Липник, где была в 1469 году битва Штебана-Шалмари с татарами. Изгнал отсюда он. После отсюда он был, присутствовал в подне на освящении монастыря. Это место очень красивое там, оно историческое. Мы там проводим каждый год мероприятие. Так же, какие прекрасные места же в облесне есть в Дон-Дюшанском районе. Почему нам не открывать какой-то туристический маршрут? Чтобы приезжали люди. Чтобы мы могли как-то поддержать народных умельцев. Одна там что-то вяжет, другая печет плацинты, третья еще что-то. Хотя бы дать какой-то вот людям, чтобы они были. Прекрасные места, монастыри у нас есть, цауль ваш здесь, парк и так далее. Руль. Очень много таких прекрасных мест. А что этим нужно делать? Они все говорят, а вы там на месте, вы на месте, вы на месте. Нет, это должно быть государственной программой. Вы там наверху, служите народу. Так вот, должны этому и служить. Чтобы мы могли это поддержать. Культуру, традиции наши, фольклору. Мы должны, люди добрые, теперь сделать очень правильный и ответственный выбор. Один раз в четыре года мы являемся хозяевами своих. Не только своей судьбе, а судьбе всей страны. Потому что, когда даем голос, мы даем голос на четыре года. Эти макароны на сколько нам хватит? Сейчас сидят. Тот, где часы, что дает шор, батарея, часы остановятся. Танцуйки намного вам не хватит и концерты. Вот были там, в образе с концертами. Поэтому надо думать за будущее ваших детей. За наше будущее. У нас прекрасный дед, очень талантливый, очень умный. Это наше главное богатство, что есть. Это наша земля, самый лучший чернозем в Европе. Они что делают? Дают гражданство, вот там за границей, там за сто тысяч евро или что. Покупают молдавское гражданство. Он уже как гражданин Молдавии, он имеет право купить нашу землю. Так если мы еще землю продадим, что мы здесь будем? У себя на родине мы станем рабами в других руках. Поэтому давайте этот наш бой по-коммунистическим. Он самый последний в тебе. И он самый решающий. На моей листовке там написано мой девиз такой, что здесь моя родина, здесь мое будущее. На Молдавском Аичем-Если-Башне, на Аичем-Бате-Ирине. Из этих шестерых кандидатов, которые пойдут под намотан в округу. Посмотрите, пожалуйста, люди добрые, кто они такие? Что они сделали в своей жизни? Это самое главное показать. Дальше посмотрите, пожалуйста. Я единственный, там есть еще от Шора, мне кажется, с Дон Дишан родным. Который родился здесь. Я родился в Атакском районе. С 63-го года стал Дон Дишанским районом. Я ходил на олимпиадах школьных, Дон Дишан, школа номер два, номер один. И так далее, спали в гостиницу ночью, потому что Дон Дишан далеко было. Дон Дишан для меня тоже дорогие. Были на 50-летний, когда год отмечали, 50-летний Дон Дишанского района. Так же мы были. Связаны наши районы. Наши люди здесь были, руководители, сомнели, коронюр в моей землях и так далее. Очень много. Что связано. Мой брат, старший брат, где ведь работал главным инженером здесь, в СССР. Отсюда его перевели в 79-м году к директору восточных электросетей в Басарах. И там он был директором, там где и ГЭС, и вот это. Поэтому Дон Дишан для меня, родственники и так далее. Связано и дорого, и любым. Было немножко просвет в нашем развитии. Вот это период, когда были коммунисты власти. Люди стали лучше жить. Ощущали каждый на себе. И тот, который младенец, потому что матери стали получать пособия. Потому что открывались садики. Школы стали ремонтироваться. Даже строились школы в нашем районе. Строились школы. Больницы. Я помню, с 2004 года, когда меня избрали в совместительном саде района. Школы, детки, зимой по полчаса занятия были. Замерзали. Одетые были. Крыши текли. Не было чем топить. Прошло период немножко. Везде котельные современные. Газификация прошла. Окна, ремонты. Условия исключительно хорошие в нашей школе. Садики были только в трех селах. В двух городах, в окне, а так и в одном селе. Теперь нет села, чтобы не было садика. Садики хорошие, утепленные и так далее. Другая проблема. У нас ниточок нет. В 2004 году было 6400 учеников в нашем районе. Теперь 3800. Ни одной школы мы не закрыли. Когда выходит, это мои сангушки. И везде, вот, Англ. Смотрим. Наш район, наш район. Мы нашли средства, именно когда коммунисты были властью. Мы нашли средства. И ни одну из школ мы не закрыли. В двух населенных пунктах. По решению прямых. Там было два села. И вот они соединили. Гимназии и лицейство. Вот. Больше нигде ничего. И до сегодняшнего дня ни одна школа в нашем районе не закрыта. Хотя бы нас постоянно упрекают. Нет денег, нет денег. Но деньги находятся. И мы ее поддерживаем. Почему? Потому что основа, основа это люди. Если не будет здоровья. Если не будет образования. Какое будущее в нашей стране будет? В моей программе. Я, ясно дело, что за основу идет программа нашей компании. Я думаю, что вы знакомы. Но основ, основ всегда любой стабильности. Это является экономика. И мы должны решить вопрос о том, чтобы открыть новые рабочие места. Вы посмотрите, что делается сегодня. Я не хочу дать те данные, сколько людей выезжают. Молодежь. Наши детки выезжают за границы. Один человек работает на одного пенсионера. Это ненормально. Должны быть минимум 3-4 человека для того, чтобы были хорошие места, чтобы могли поддерживать. Теперь социальный фонд питается из государственного бюджета. Это ненормально. Ходят по миру с протянутой рукой для того, чтобы взять инвестиции, что-то здесь одержать. Обещают по 200 лет, по 500 лет, там теперь матерям, деткам и так далее. Откуда они возьмут деньги, если мешок пустой? Сейчас пройдут выборы, и вы посмотрите. Было сделано очень много для наших районов. Один из проектов, это Кусаноле называется, при поддержке правительства Японии, по 100 тысяч долларов давали на приобретение аппаратуры для наших районов больниц. И это было сделано, это было конкретно. И есть очень много хороших проектов для того, чтобы мы могли их сюда инвестировать. А для того, чтобы инвестировать, у нас что? Нам нужен порядок в стране. Нам нужна стабильность. А кто придет сюда, привезет свои деньги, будет инвестировать, когда миллиард украли? И не украли миллиард там у кого-то, а у вас украли миллиард. Именно те банки, банка-деэкономисты, сбербанки и так далее, где каждый складывал те похороны, деньги, как они говорили. Поэтому они украли. А сегодня он красуется на всех этих битбордах, что он вам даст свободную жизнь и прекрасное будущее. Мы потеряли 4 года в нашем развитии. 4 года. Эти альянсы один друг с другом там, как те ежики скомковались. Украли миллиард за это время. Разрушили нашу страну, что она самая коррумпированная, захваченная государство. Это все признают в Европе, все институты власти. Молдавия, захваченное государство. Мы должны привлекать наших молодых специалистов. У нас в больнице на 9-й годах, это 80% это врачи пенсионного возраста. Как молодежь привлекать? А очень просто. Дай тебе кредиты. Молодежи дай кредиты. Не эти 45 тысяч, там что даешь, они тебе годят увеличить еще немножко. Дай миллион. Что такое миллион? Это 50 тысяч евро. Дай им, чтобы он мог, если ты не в силах построить ему дом, чтобы он мог купить этот дом. Чтобы он мог себе сделать обстановку хорошую. И он пусть и здесь в корне. Он здесь останется. То же самое учитель. Я думаю, учителей ставлю превыше, чем врачей. Потому что куда беда давайте так реально посмотреть. Врач он пришел, там оставил одно другое, беда, укол, коблетка. Иначе. А учителю никто не придет, не поставит. И когда выходит на пенсию, учителя все с болячками. У меня жена, директор школы, хорошо. Я знаю, что такое? И проблемы, и все. Поэтому вот этим категориям надо в первую очередь поднимать зарплату, а не прокурорам, судям и так далее. Десятки тысяч не имеют, а эти люди? Опять они обещают, что подняли зарплату, а в многом она уменьшилась. Так же, как ваши пенсии. Подняли вроде бы, а они, когда получают, многие получают меньше, чем раньше. Поэтому вопросы населения, вот эти, которые нам должны, и мы их сохраним. И они будут развиваться, потому что иначе у нас будущего нет и не будет. Поэтому нам нужно такое государство. Если вы хотите такое государство, голосуйте за всех, и мы. Голосуйте за меня, я четвертый по списку. И в общем национальный список, там будет партий. Тернадцатый партий, там третий, партий, сертий, молодой. Второй, говорите, там будет фамилия. Я четвертый, кто там, где это? Я же молодой. Я вам желаю только здравствуйте, всех благ и победы! Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok